Девушки отдыхают Наши пушистые помощники сегодня самостоятельно отправились погулять И будут вести свой репортаж прямо с городских улиц Привет, Сима! Здравствуй, Кесси! Яша, особый привет! Где вы сейчас находитесь? Тише, спокойнее! Давайте по одному, Сима! Ребята, наши помощники сейчас на нерегулируемом перекрестке И я с их помощью расскажу и покажу, как правильно и безопасно переходить дорогу в таком месте Смотрите, здесь нет светофоров, а полосы пешеходных переходов Ебр! Правильно, есть только с одной стороны Даже нет знаков пешеходный переход Вот таких знаков, я все помню Как быть? Как правильно перейти дорогу? Сима идет через дорогу, ровно между краями тротуара Вот так! Все делает правильно Кесси переходит неправильно, знаешь, почему ты, Малена? Он как-то в сторону побежал, ведь это плохо Но это нехорошо! Правильно переходить строго прямо, как Кесси делает сейчас А Яша, смотрите, куда он побежал! А вот так совсем никуда не годится! Перебегать перекресток наискосок очень опасно! Так нельзя делать ни при каких обстоятельствах! Никогда! Запомните детишки! Этот милиционер, который помог Яше, может его и оштрафовать за неправильный переход дороги А может и простить, если Яша пообещает, что больше никогда так делать не будет Какой добрый милиционер! Это работник автоинспекции Он следит за тем, чтобы и пешеходы, и водители не нарушали правил дорожного движения А еще на таких перекрестках он сам регулирует движение и показывает, когда и в какую сторону можно переходить улицу Он регулировщик! Правильно! Регулировщик поднял жезл вверх! Это значит, внимание! Пешеходы и машины стоят на месте! Регулировщик показывает жезлом в сторону, значит, в этом направлении можно переходить дорогу! Запомните, ребята, когда милиционер стоит к вам боком, переходить надо только за его спиной или впереди него, вот так! Я же опять слушал нас не тем пухом! Я же ясно сказала, за спиной регулировщика или перед ним! Я понял, регулировщик своим жезлом как бы преграждает вам дорогу! Верно! Есть еще такой жест! Как ты думаешь, непослуха? И вы мои помощники! Как перейти дорогу? Правильно! Молодцы, котики! Все делайте по правилам! Я вами горжусь! Вы поиграйте потом во дворе в пешеходный переход! А кто будет регулировщиком? Я тоже хочу быть регулировщиком! По очереди хорошо! Вот и договорились! Погодите, не спешите! Дождитесь окончания урока! Обратите внимание на эти заборчики, которые называются ограждениями! Вот они у края тротуара! Такие ограждения наверняка есть и около вашего детского садика, и около школы! Кто мне скажет, зачем они нужны? Совершенно верно, дорогая! Ограждения прежде всего нужны для того, чтобы никто случайно не выскочил на проезжую часть! И уж, конечно, не для того, чтобы использовать их как лесенку на спортивной площадке! Яша, ты меня слышишь? Еще правило! Пользуйтесь при переходе дороги подземным переходом в тех местах, где он есть! Если увидите вот такой знак, смело спускайтесь вниз по лесенке и переходите прямо под дорогой по подземному тоннелю! Есть еще и надземный переход, рядом с которыми вы увидите такой знак! Знак наземный переход! Верно! Что ж, теперь наш урок подошел к концу! Большое спасибо вам, ребята, что вы так внимательно нас слушали! До свидания, детишки! До нового урока!